В России хотят увековечить подвиги освободителей от террористов. Представители Общероссийского народного фронта предложили установить монумент в память о событиях, которые произошли в 1999 году в Дагестане. Это было вооруженное столкновение между местными ополченцами при участии федеральных войск России и отрядами под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, которые вторглись на территорию республики. Александра Агиенко встретилась с авторами идеи памятника. О событиях 15-летней давности вдруг вспомнили активисты Общероссийского народного фронта, структуры, которая была в свое время создана по инициативе Владимира Путина и объединила под своим крылом различные политические силы. В преддверии годовщины вооруженных столкновений в Дагестане они решили объявить конкурс на лучший эскиз монумента, посвященного тем трагическим событиям, чтобы впоследствии воплотить проект в жизнь. Член Центрального штаба Народного фронта депутат Госдумы Михаил Старшинов сообщил, что это очень важная дата в истории страны. Дело не в том, что сегодня случилось что-то эдакое, что заставило нас более внимательно присмотреться к этим событиям. На самом деле, особенно в Дагестане, отмечались и 5, и 10 лет, и 15 лет будут отмечаться. Это является одним из таких достаточно знаковых событий новейшей истории России, поэтому посчитали возможным и уместным подумать над установкой памятника. В августе 1999 года на территории Дагестана проходили вооруженные столкновения между отрядами под командованием радикальных исламистов Шамиля Басаева и Хаттаба с одной стороны и федеральными войсками при поддержке местных ополченцев с другой. Согласно официальной версии произошедшего, доблестные отряды самообороны смогли в течение месяца разгромить бандформирование и вытеснить их с территории Дагестана, тем самым переломив ход всей второй чеченской военной кампании. И сейчас, спустя 15 лет, в память об их подвиге просто необходимо создать монумент. Этот памятник установят в Москве, правда, точное место еще неизвестно. Этот вопрос проработают депутаты Московской городской думы. Но уже поступило одно предложение – установить его на Поклонной горе. Это большой музей под открытым небом, посвященный событиям Второй мировой войны. Поклонная гора, по словам организаторов конкурса, это главный российский мемориал, посвященный защитникам Отечества. И ополченцы Дагестана принадлежат к их числу. Есть в этой истории, правда, одно важное обстоятельство. События в Дагестане и в целом вся Вторая Чеченская война по времени совпали с приходом Владимира Путина к власти, пока еще в должности исполняющего обязанности премьер-министра. По мнению ряда аналитиков, северокавказская кампания стала той самой маленькой победоносной войной, которая позволила действующему президенту заявить о своей железной руке и утвердиться в главном кресле страны. Члены Общероссийского народного фронта заверяют – это лишь совпадение, пусть и знаковое. Правозащитник и бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев все, что происходило в 1999 году в Дагестане, видел своими глазами. Говорит, что война на Северном Кавказе – событие трагическое, но не такое однозначное, каким его стремятся преподнести сегодня. Преступления там совершали не только боевики Шамиля Басаева и Хаттаба, но и те самые участники отрядов самообороны, о которых сегодня вспоминают в Москве. А видел я и другое. Как действовали вот эти самые дагестанские ополченцы, которых дагестанское руководство подняло и бросило на борьбу. Я видел лужу крови на площади в селении, по-моему, это было Карамахи. Объяснили местные жители, что это место зверского расстрела кого-то из вот этих ваххабитов. Бессудного, конечно. Зверство этого расстрела состояло в том, что его расстреливали постепенно. Начинали стрелять по ногам, ну, в общем, по тем частям тела, которые не ведут к потере сознания и к мгновенной смерти. Сергей Ковалев знает много подобных фактов. Все они были в свое время задокументированы правозащитниками, но почему-то о них не принято вспоминать. На этом фоне идею поставить монумент в честь подвига ополченцев, да еще в центре Москвы, Ковалев считает несколько странной. Хотя, безусловно, памятный знак нужен, но, по словам правозащитника, уместнее было бы поставить просто в честь погибших, только чтобы на плитах не было имен бандитов. Конкурс эскизов уже объявлен. В нем участвуют студенты Российской академии живописи. Они уже встречались с участниками тех событий и даже получили от них совет. В центре монумента, проекты которого они будут готовить, обязательно установить фигуру Владимира Путина.